Приветствую вас. Сразу чувствую, чувствуется в вашем сообщении, чувствуется, что вы не знакомы с таким понятием, как личные границы. А вот, очевидно, что вы не чувствуете их. Вот, я имею ввиду, личные границы вы не чувствуете. И, соответственно, говорите о себе и о мужу как об одном целом. Хотя это не так. Ну, то есть, нельзя, как вы говорите, о мужа и о себе как об одном целом. То есть, вам, может быть, этого хочется. Я верю, что вам этого, может быть, хочется. Вот. Но, правда заключается в том, что нельзя позиционировать вас как единое целое. Вы, все-таки, разные люди. Вот. Поэтому, начать нужно, наверное, с какого-то понимания личных границ. Не два, но и ваш муж. Вот. И, наверное, некого такого отделения, ограничения себя от своего мужа. То есть, вот, есть то, что хочу. То есть, вот, есть то, что хочет муж. И это не всегда может быть единым целым. Вот. Это не всегда может быть что-то такое. Одно и тоже, да. Это может быть и разные. Вещи. 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 Вот. Это могут быть разные достаточно. Достаточно. Цены в целях не достаточно ориентиры. Вот. На которые вы, ну, в силу этого причин, предпочитали не обращать внимания. Вот. Ну, как бы, суть от этого не меняется. Правда. Вот. Это первое. На что хочется обратить ваше внимание. Следующее. Следующий момент. Вы пишите о том, что мы с мужем брака 13 лет, двое детей. Счастливая семья, души друг друга нечаянно. Ну, нет. Нет. Это, ну, что-то совсем не впустить. Вот. Счастливая семья. Вот. Счастливой семьи быть не может. В силу того, что семья это просто, извините, такое социальное образование. Вот. И не более того. То есть семья это просто социальное образование. Вот. А счастливой могут быть люди. Счастливой могут быть люди. Тут я сам не согласен. Ну, опять же. Вы можете говорить только за себя. Вы можете говорить только за себя, вы можете говорить только за свое счастье. за то что к примеру что вы можете сказать что я счастлив вот я счастлив это будет справедливо что именно вы но говорить что счастлив мужчина например но это поменьше меры и лично самоуверен поменьше меры и лично самоуверен вот если вы счастливы вы и вы не счастливы души вы мужа опять вот вы как я и сказал если есть проблема личных границ то она может проявляться в этом но все так редко изменилось я не узнаю мучу что какая то женщина влияет в нашу семью ну во первых давайте все таки как то более подробно что именно резко изменилось что конкретно и если что то резко изменилось значит что то назревало вот назревало что то все чего вы не видели в общем целом не обращали внимания что то назревало что то назревало что то назревало что то назревало ну первое что то такие вот грубо говоря перемены вот очень очень важно очень важно в этом отдавать себе отсчет в том что изменения просто так не происходят как сказал мой коллегов что если если изменения произошли резко значит между вами и волшим можно было ну мягко говоря не все так гладко вот а как вам может быть этого хотелось бы или как может быть вы это видели но между вами не все так гладко но дальше вливает другая женщина в нашу семью ну например женщина не может влезть ни в чью семью я встаю между членами семьи все хорошо вот соответственно из того что вы говорите я могу сделать такой вывод да вот что между вами и вашим мужем ну все не так хорошо ну вот и как бы из этого вычекает момент насколько адекватно вы понимаете то что происходит то что происходит вот насколько вы адекватно насколько вы адекватно 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 вы воспринимаете воспринимаете своего мужа насколько адекватно вы воспринимаете себя вот и воспринимаете ли вы вообще себя своего мужа насколько удовлетворен ваш супруг жизнью с вами это очень важный момент на который вам ну не обратить свое внимание и на который сейчас вы практически никакого внимания не обращаете люблю мужа и знаю что он меня да этого вы не знаете если бы он вас любил не было бы женщин детей не хочу брать в мир но что-то я скажу он видит не так я не такая я плохая я вру а я она хорошая как быть делать анализ ваших отношений не с мужем делать анализ ваших отношений с мужем и смотреть что именно муж не устраивает и только после этого уже можно будет что-то делать и корректировать отношения любые отношения можно гармонизировать любые вот но для этого нужно сделать анализ срываем 13 лет в правах это достаточно много вот и то что у вас такое вот там обобщающее представление о семье да это ну довольно негативный момент то что вы пытаетесь сохранить семью сейчас а тот же следует о том что вы не ждете в чувстве защищенности вот а а а так что тут вот в таком направлении нужно работать значит делаем анализ отношений смотрим на деструктивные моменты корректируем их и тогда у вашего мужа появится возможность проявить вам свои чувства если они у него остались в этом все я надеюсь что помог вам если понравился мой ответ буду благодарен за его оценку в качестве лучшего я желаю вам всего самого доброго и удачи и мне они хочу это это на что он он и Продолжение следует...